Внимание! Если вам мешает реклама, вы можете закрыть рекламное сообщение, просто нажав на крестик в верхнем правом углу рекламного блока. Уже поздно выбирать друзей в этом возрасте. Особенно, когда ему 40 лет. Это же выглядит карикатурно. Это навязывание совместного досуга. Давай на выходные поедем на дачу. Если один дома останешься, придут друзья с бутылкой, будут спаивать, наливать, а уж на дачу тебя никто и нальет. Совместный досуг нужен. Никто не спорит. Навязывать его не надо. Если ты ходишь с нами на дачу, мы будем счастливы, здорово пройдем время, посвятим выходной друг другу, пожарим шашлыки. А если ты хочешь свою семью, самых дорогих, близких людей, променять на сомнительную компанию с бутылкой, ну так ты же совершаешь ошибки. А за ошибки тебе придется расплачиваться, если бы при созависимости расплачиваться не приходится тому, кто пьет. То есть контроль становится тотальным. Выливает найденное спиртное в унитаз или в раковину из пузырьков, из бутылок. Ну и что? Он займет денег у соседа, выпьет еще больше. Вот женщина 24 года говорит, мама, все за меня решает, везде нос сует. Мама за меня решает, какие мне трусы носить, какие не носить. 24 года человеку. Мелочный контроль, но контроль заведомо неэффективен. Чем больше ситуация уходит из-под контроля, тем больше созависимые пытаются наращивать мероприятия по контролю. Контроль заведомо неэффективен, больше того, это вредящий контроль. А почему контроль неэффективен? А потому что алкогольную болезнь надо лечить, а не контролировать. Созависимые пытаются подменить лечение контролем. Ну если у сына аппендицит, вы же не станете оперировать на кухне под ручьим инструментом. Вы его зарежете. А лечить алкоголизм вы пытаетесь. Результат принадлежит на такой же, на грани жизни и смерти. Почему контроль вредящий? Если вам понравился ролик, нажмите под роликом на кнопку подписаться, чтобы иметь возможность смотреть и другие ролики. Оставьте также свой комментарий под роликом и нажмите нравится.